В этот день все запасные выходы школы открыты на распашку. Организованно, держась за руки, учащиеся спешат покинуть свои учебные места. Задымление в актовом зале – такова легенда очередных учений по гражданской защите. «Есть определенный алгоритм, который необходимо соблюдать. И целью этого алгоритма является проведение эвакуации без наличия пострадавших. То есть в ходе проведения учений и тренировок этих пострадавших, соответственно, нет. Но в реальной ситуации вот некоторые такие неправильные действия, которые мы увидели, которые мы сейчас будем обсуждать, они могут привести, возможно, могут привести к наличию пострадавших». Держаться за руки, чтобы не потеряться в толпе, не паниковать и следовать указаниям руководителей. Но самое главное – не спешить. Именно погоня за временем в этот день стала ошибкой тренировки. Преподаватели, не дождавшись дополнительных указаний, поспешили вывести детей из классов, забыв о безопасности. В реальной ситуации такая спешка могла бы привести к серьезным последствиям. «Всегда мы считали, что самое главное – это эвакуироваться как можно быстрее. У нас это получается около трех с половиной минут. Школа наша имеет прекрасное расположение, у нас около шести выходов. И когда очень мгновенно, мы можем эвакуировать весь состав, который находится в школе. Но сегодня мы увидели свои недочеты, на чем есть нам поработать». За каждым из шести пожарных выходов в учебном заведении закреплен свой человек. Это руководство школы, преподаватели и технический персонал. Причем даже ученики проявляли инициативу. Если случится ЧП, каждый знает, как себя вести и готов оказать помощь товарищу. «Я бы помогла знать в школе, если маленькие дети, ну, в младших классах, и также взрослые, для того, чтобы пропустить их первыми, так как им сложнее всего». «Нужно смотреть за взрослым человеком, как идти, ну, и встать в линию». Подобные тренировки в школах проводятся дважды в год – осенью и весной. Они необходимы для того, чтобы закрепить на практике полученные знания о поведении в экстренных ситуациях. Жанна Анастас, Анна Овсянникова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.